Есть неотменяемая ничем человеческая способность осмысливать происходящее, сталкиваясь с каким-нибудь крупным общественным неблагополучием, да и вообще с чем угодно. А ситуация с коронавирусом – это, конечно, такое крупное общественное неблагополучие. Человек так или иначе начинает его осмысливать, или, иначе говоря, оно начинает так или иначе отражаться в его сознании. Оно может отражаться адекватно или неадекватно, рационально или нерационально. Этому отражению могут способствовать официальные органы или крупные средства массовой информации, или родственники, с которыми это перетираешь, знакомые, какие-то случайные люди, которые почему-то авторитетны. Этих способов всегда будет до и больше. Никакая цензура, никакая административная система, даже жесткая, уж тем более разболтанная, никогда не подавит многомерное обсуждение всего, чего угодно, что касается жизни людей. Это подавление вообще невозможно. И оно вдвойне невозможно в случае, когда мы имеем дело с неотменяемым информационным обществом, в которых как никогда много возможностей для того, чтобы все это очень по-разному обсуждать. Внутри подобных обсуждений всегда существует некоторый, скажем так, запрос. Чем более неблагополучная ситуация, тем в большей степени запрос существует на что-то, кроме официальной точки зрения. Это всегда в ситуациях крупных общественных неблагополучий получает дополнительный спрос. В информационном обществе запрос на ужастик поддерживается всем на свете. Ужастиков хотят, да? Значит, на них смотрят. А если их смотрят, то цена рекламы выше, рейтинг выше. Все? Значит, все, кто понимают, как это устроено, будут обсуждать ужасное наиболее ужасным образом. Потому что в этом есть, помимо всего прочего, выгода. Помимо того, что люди сами, сущностно, органически, в момент, когда они сталкиваются с каким-то крупным общественным неблагополучием, хотят что-то понять и желательно что-нибудь такое, что не стандартно, потому что если ситуация неблагополучная, то стандартному особо не доверяешь. Ему всегда не доверяют, а тут особо. Помимо этого, этот спрос на подобные вещи разогревается. Он органически разогревается существующей средой, которой никто не отменит. И отрегулировать ее до какой-то степени можно, но лишь минимально. Значит, любое событие в общественной жизни, крупное, особенно неблагополучное, например, такое, как обсуждаемый мной сейчас коронавирус, будет отражаться в сознании отдельных людей, групп тех или иных, страт, структур, и в целом в общественном сознании. И отражаться оно будет сообразно определенным закономерностям и устройству отражателя этой совокупной среды. Так это было в жесткие эпохи, так это, тем более, имеет место в мягкие эпохи. Особенность в современную эпоху. Вы никогда ничего не запретите обсуждать. А что же надо делать? Во-первых, надо объективно оценить свои возможности и самих себя. Те, кто сейчас вдруг вылезли на экраны с официальной точки зрения, иногда просто неадекватно воспринимают самих себя. Ситуация эта действительно очень неблагополучная. Не показывайте людей, которые очевидным образом раздражают. Которые говорят о высокомерно раздражающем обществу тоном. Бросьте этот тон, возьмите человеческий. Минимизируйте собственные высказывания и введите их в русло того, что интересует общество. А общество интересует. Можете вы справляться с общественным бедствием или нет? Все. И оно должно вам доверять. Где на этом сражении, а это сражение за умы и души, находится то, на что можно опереться, и то, что является погибельным. То, на что можно опереться, называется объективность. Правда. И когда Ленин говорил, говорите массам правду, это было не издевательство, это было очень точное понимание того, что сейчас называют пиаром. Потому что правда отличается от всего остального. Сказал ее, выделился, тебе поверили. А если ты начнешь брехать, то ты утонешь в потоке лжи, многомерном, сольешься с другими сплетниками, болтунами, неизвестно кем. Тебе не будут доверять. А не будут тебе доверять, все очень плохо кончится. Для тебя. Но и не только. Значит, самое трудное и главное, на что можно пытаться определенным образом опереться, это объективность. А главным врагом этой объективности является миф. Человечество оперирует лучше или хуже объективностью, меняя ее, усложняя ее, опровергая само себя и двигаясь дальше, этой тернистой дорогой на протяжении последних нескольких столетий. Если уж хотите, там, с античности, ну, уж понятно, что в античность. Этим оперировали отдельные люди. Очень слабая и относительно молодое понятие объективность. А миф это почти весь человек. Это то, что корнями уходит в такую архаику, в такие глубины, из которых, если что-нибудь вынырнет, то мало никому не покажется. И это все специалисты понимают. миф не шутка, не блеф, не бла-бла. Это могучая сила. И в своих уродствах, и во всем она одинаково могучая является. Большинство из тех, кто смотрит эту передачу, столкнулись со мной уже в 21-м столетии, когда мое отстаивание советских ценностей, советского государства, советского образа жизни и всего прочего получало очень серьезную общественную поддержку. 80, 85, 90 и более процентов. Но я-то помню другую эпоху. Я помню, когда я говорил все то же самое, и на меня смотрели сумасшедшие глаза, которые проклинали все, что я говорю, потому что оно не соответствовало их мифологической заданности. Объективности трудно сражаться с миром, а если она хочет с ним сражаться, она должна вооружиться соответствующим способом и пробивать себя сквозь огромные вязкие мифические построения. Иначе она утонет в этих построениях, в любой ситуации общественного неблагополучия. у меня в конце восьмидесятых годов не было никакого желания спускать на себя всех антисоветских собак, я не самоубийца, и не было никакого особого желания защищать, например, Сталина, потому что мой дед был расстрелян в тридцать восьмом году. И в целом я формировался в антисталинском климате. Я не хотел защищать Сталина, я хотел объективности, объективности и все. И ратуя за эту объективность, я спрашивал, сколько было расстреляно, сколько было посажено, это было бюрократическое государство, строго полицейского характера, которое все актировало. Я не хотел, чтобы миф питался цифрами, которые в 10, в 100 раз выше, чем эта объективность. Я хотел, чтобы эту объективность сравнили с чем-нибудь, что происходило в это же время в других странах. Я хотел, чтобы эта объективность была структура и смысл, чтобы были понятны ее источники, контекст, ее место во всем, что происходит в обществе. Я только этого хотел. Я хотел, чтобы люди свободно мыслили, мыслили, бессмысленно людям давать свободу, если они не могут мыслить. но миф уже был раздут, в том числе и уничтожавший саму себя во имя определенных приобретений правящей партии и так далее. Он был желанен после идеологической информационной диеты и он был нужен. Он был нужен тем, кто это все делал. Поэтому эта объективность оказалась безумно слабой. А есть еще одно обстоятельство безумно важное. Потому что когда ты начинаешь выступать с позиции объективности, то эта позиция тоже может достаточно сильно отличаться от того, что пытается надуть в уши официоз. И тогда этот официоз начинает злиться. А у него всегда есть так называемые охранители, которые говорят только не трогайте ничего из этого, ничего из этого не трогайте ради бога. Эти охранители совершенно не обязательно куплены. есть органическое охранительство, которое иногда, между прочим, требует большой смелости человеческой. И оно связано с тем, что видели мы уже, как властные системы рушатся, и не хотим увидеть это еще раз. И поэтому будем защищать эти системы, как бы плохи они не были, потому что мы понимаем, и это правда, что те, кто их обрушат, будут еще намного хуже тех, кто есть. Но это не повод для того, чтобы начинать восхвалять то, что восхвалять нельзя. А хранитель оказывается в этой ситуации как только неблагополучие набирает обороты опасным, потому что он боится объективности, а он не должен ее бояться, если он гражданин и человек. В этом я свято убежден, потому что за моей спиной опыт так называемой перестройки уже мало осталось людей, которые все это помнят и в этом активно участвовали, а я один из них. И я все это наблюдал слишком близкого расстояния. Это не должно повториться. А то, что сейчас происходит с коронавирусом, поразительно напоминает то, что происходило в эпоху перестройки с так называемой сталинщиной. Сейчас объективностью является коронавирус, а тогда история сталинских деяний. И то, и другое не имеет права мифологизироваться и потом набрав эту мифологическую энергию ударять по существующему обществу. Но для того, чтобы этот удар отразить, а он будет и он есть, нужна объективность, правда, а не охранительные конструкции. На протяжении очень долгой эпохи, вплоть до своей кончины, моим советником была Ксения Григорьевна Мяула. Выдающийся и, как я считаю, глубоко недооцененной философ, аналитик, ученый и человек. Помимо знаний и тонкости суждений у Ксении Григорьевна было еще одно свойство. У нее был неоценимый детский опыт войны, эвакуации и возвращения из эвакуации. Ее родина была в Приднестровье. Ксения Григорьевна никогда мне не говорила ничего такого, что было бы хоть минимально недостоверно. Поэтому, когда я сообщаю этот опыт, я апеллирую к ней. Она рассказывала, что когда их, ну, сначала эвакуировали, она много очень интересного рассказывала, как они жили в Сибири, а потом начали возвращать назад в освобожденное от нацистов Приднестровье, то у них был багаж, а в этом багаже была бесценная по тем временам швейная машинка Зингерс. и эту машинку потеряли. Это была огромная трагедия для семьи в 1944 году. Ее сейчас трудно понять. И тогда мать Ксения Григорьевна написала министру путей сообщения Ларзеру Моисеевичу Кагановичу о том, что вот произошла такая беда. Повторяю, Ксения Григорьевна никогда мне не говорила ничего такого, чтобы не было абсолютно достоверным. Она мне сообщила, что это письмо А. дошло до Ларзера Моисеевича лично, что на него Б. была наложена соответствующая резолюция, спокойная, но смысл которой понимали, и что В. в результате этой резолюции отданных приказов швейную машинку нашли и вернули. Вы это себе вообще представить можете? Это война. в одну сторону идут одни шелоны, в другую другие. Люди возвращаются на освобожденные территории. Происходит черт знает что. Внутри всего этого швейная машинка это иголка в стоге сена. Ее невозможно найти. но ее нашли потому что был Лазарь Моисеевич с его способами организовывать управление. Потому что Лазарь Моисеевич не висел в воздухе с его гениальными свойствами. А опирался на построенный им аппарат соответствующим образом работавший. Потому что все это было помещено в соответствующую действительность. И потому что внутри этой действительности сколь угодно жесткой никто не отказался от реагирования на частную простую беду. Поэтому швейную машинку нашли. это была та самая административно командная или командно административная система которую потом плевали грязью сумасшедшие идиоты и циники очень умные прекрасно понимавшие что все системы в мире всегда административно командные. Вот есть мозг а у меня есть палец. Вот этот приказ сейчас мозг отдал пальцу он поэтому шевелится. Это что такое? команда административная система это не значит что все гормоны выделяются строго по команде мозга. Существуют еще и дополнительные системы но команду административную никто не отменял но ее же отменили по этому поводу совсем не бестолковые циники лили грязь осмысленно разрушая все а этой грязи внимали вы меня слышите внимали потому что она была встроена в соответствующий миф теперь если хотите бороться коронавирусом нормально осмыслите свою ситуацию и признайте что вы не Лазарь Моисеевич что командная административность отсутствует что кадров для нее нет что она не может четко работать и что построено другое государство которое очень долго называли ночным сторожем и очень писали кипятком от того как оно минимизировано во всех его слагаемых и радовались этому потому что так жить прикольнее теперь наступила новая реальность так вы не уподобляйтесь бабушке из анекдота который был сказан вспомнила бабка как девкой была вы не уподобляйтесь этому нету того что вам мнится блок говорил покой нам только снится сталинизм нам только снится а есть то что есть система построенная для других дел с другими людьми которые талантливые умеют вступать в отношения с бизнесом которые как-то худо-бедно чем-то рулят которые не забывают про себя и при этом как-то соотносят это с какими-то минимальными организациями каких-то функций которые под себя соответственно других людей подбирают этот негативный отбор произошел это люди которые безумно уверены пока нет крупного общественного вызова и абсолютно растеряны в тот момент когда он есть я не помню как были растеряны во время болотной а господствует его величество миф и первая задача тех кто хочет чтобы объективность могла противостоять мифу заключается в том чтобы говорить правду а не восхвалять все подряд по принципу не трогайте не трогайте а то оно рухнет будете восхвалять еще быстрее рухнет то что произошло с этими очередями в Москве это безобразие и безобразие надо называть безобразием я понимаю что такое растерянность в какие-то серьезные моменты я понимаю что такое малопригодные аппараты для всего этого я даже не хочу ни к чему этому ничего присовокуплять но это безобразие и это понимают все и то что под сурдинку борьбы с коронавирусом начинается нарушение законодательства прав людей и так далее это безобразие административный произвол омерзителен тем более что это не произвол административно командных систем имени Сталина Кагановича это произвол разболтанных полуворовских систем которые возомнили о себе хрен знает что а являются тем чем они являются поэтому единственное что тут справедливо это о корот а главное слово которое должно быть сказано умерьтесь дальше возникает вопрос так называемой вилки ничего не делаем мы погибнем мы будем обвинены в том что мы погибели общей содействуем начинаем что-то делать не точно знаем что и не знаем точно откуда ноги растут и так далее и вот тут возникает царство объективности когда я спрашивал непрерывно и настойчиво сколько людей за 30 лет с 23 по 53 расстрелял Сталин сколько и сколько он посадил я же не хотел сказать что все эти люди которых он расстрелял или посадил были виноваты и я не хотел сказать хотя такие виноваты и были что это ах как хорошо у меня дед в этом безумии погиб у меня за счет всего этого дела оказалось что достаточно серьезно травмированная жизнь самых близких мне людей бабушки матери я просто требовал объективности потому что я понимал что такое эти мифы эти мифы сначала будут созданы потом будут кинуты на страну а потом окажется что никаких мертвых не воротишь а вот еще десяток миллионов погибнет под колесами того что порождено этим мифом омерзительным которое отчасти насаждается теми же кто работал в обратную сторону или их прямыми наследниками имея ввиду даже не родословные а некоторые наследуемые административные функции партийные и прочие когда сейчас я спрашиваю что произошло с коронавирусом я не хочу сказать что он не является бедствием если от него погиб хотя бы один человек а это не один человек то это все равно горе и честь и хвала всем кто борется с этой напастью и напасть существует и не надо говорить что ее нет мы оскорбляем этим умерших больных тех кто героически этому противостоит но наш долг перед страной в каком-то смысле сейчас перед миром перед человечеством перед своими близкими и перед вызовом на который надо ответить состоит в том чтобы оценить все объективно нас не интересуют ни охранительные мифы ни умолительные мифы ни вот это раздувание всей этой фигни нас это не интересует нас интересует сдержанная корректная вежливая сочувственная твердая реакция на общественное небугополучие объем которого объективно оценен сразу же после этой объективной оценки начинается следующее и тут что Сталин что что-нибудь еще что это коронавирус дальше начинается следующее как только вы это объективно оценили вы обязаны это с чем-то сопоставить и задаться какими-то вопросами при этом ориентироваться мы имеем право только на официальные государственные сведения или сведения сообщаем официальными лицами которые и эти сведения не опровергли иначе этот миф будет раскручиваться и мы будем подливать массово в огонь даже воюя за объективность поэтому я спрашиваю сколько заболело гриппом в девятнадцатом году в соединенных штабах и сколько умерло какова реальная реальная настоящая инфекционная мощь заболевания чем оно является по своей природе каковы соответственно нужные и ненужные меры борьбы с ним каковы издержки принимаемых мер потому что нет мер у которых нет издержек да какое-то количество людей за счет определенной меры окажется спасено и честь и хвала этому если эта мера принесет подобный результат но ведь она связана с издержками и внутри этих издержек тоже есть жертвы они не должны быть обсуждены это что только эти жертвы или количество этих жертв настолько превосходит других люди закрытые в домах и это наверное привело к сокращению каких-то жертв по линии х а последствия этой закрытости в домах оценены у нас есть психологически неблагополучное население у нас есть латентно скрыто относительно устойчиво неблагополучное население у нас есть благополучное население какая часть плохого полученного населения будет переведена в неблагополучное какая часть латентно скрыто неблагополучного населения окажется разбужена и какая часть неблагополучного активирована, каковы будут последствия, что произойдет не только с бандитизмом, у которого, между прочим, тоже есть жертвы, и не вводить их в единую оптимизирующую оценку. Это преступление перед этими жертвами и их близкими. Какое количество людей будет подтолкнуто к алкоголизму или наркомании со смертельными последствиями или с тяжелым нарисением вреда здоровью, к суициду, к агрессивным реакциям? Какой климат будет создан в обществе? Мы с невероятным трудом сумели преодолеть региональный сепаратизм 90-х годов. Все эти уральские республики и все прочее. Мы сейчас под предлогом коронавируса начнем обособлять регионы, а потом поселки. А вы понимаете, какие будут последствия? Об экономических последствиях я не говорю. Они слишком очевидны. Но это же не такая простая вещь. Это деньгами до конца залить нельзя. Мои знакомые в Португалии говорили, вы в России не понимаете, что такое иметь дело с целым поколением молодежи, которые живет на пособие от безработицы. Это страшные болезни внутри. Привычка душа держав. Люди ходили на работу, что-то делали и так далее. Они перестают это делать. Дальше что? Им сломали определенный образ жизни. Да? А что им предложили взамен? Сидеть у телевизора, насасываться страхами? Но самое главное, дайте объективную оценку. Соберите в кучку имеющиеся мозги. Не изображайте из себя высоких мудрецов. Эйнштейн когда-то говорил про Роденовского мыслителя. Зачем он думает, если ему так трудно? Но тем не менее, вы же не полные идиоты. Соберите в кучку мозги, выйдите из ступора и сопоставьте собственные цифры. Очень страшным выводом из всего, что мы наблюдаем, является отсутствие научного консенсуса в вопросе. Или, простите меня, ангажированность существенных сегментов нашего научного сообщества. Я не ожидал, а мои оценки существующей реальности до коронавируса были очень пессимистичны. Я не охранитель. Я знаю, что мы живем в неблагополучном государстве, неблагополучном обществе, и все равно я не ожидал, что на трех вирусологов будет четыре оценки происходящего. Так нельзя. Это означает, что корпоративная честь и необходимость говорить правду подорваны. Или же мы имеем дело с таким же негативным отбором в сфере науки, с каким мы имеем дело в других областях. потому что либо-либо и если точка зрения зависит от того, с кем именно связаны, на западе, на востоке или где-нибудь еще, и в угоду этому всему, в жертву этому можно принести объективность. Нет науки, нет ее вердикта, но какие-то сопоставления мы все равно можем провести. И мы можем помимо этих сопоставлений согласовать базовые позиции. Первое, что когда по растерянности и административной неумелости содеяно нечто безобразное, то это надо признать, принести соответствующие извинения, объяснить это, не сваливая на кого-то, а честно сказав, что растерянность есть часть борьбы с тем, что наваливается на тебя неожиданно и чему-то неадекватен. Других нет. В начале войны тоже была растерянность, несмотря на все административные системы, да еще какая, потому что навалилось нечто несоразмерное. Это первое, и это надо сделать. Второе, что меры надо минимизировать и ввести в соответствие с объективностью, а также своими возможностями по одежке протягивай ножки. Третье, что хотя бы на время неотменяемые в сложившейся общественной системе и государственном устройстве корыстные мотивы надо выжечь огнем. Четвертое, что не надо замахиваться на меры, которые не можешь осуществить. Нет ничего хуже, чем сильный жест слабого человека. Пятое, что борьба за общественное доверие, а значит за кастинг выступающих людей сейчас является борьбой номер один. И сытые, наглые, холеные рожи с бегающими глазками и над медными словами надо убрать хотя бы с экрана. Далее, что вещи, надо называть их настоящими именами. Накосячил, признай, извинись. далее, что категорически запрещено под эту беду тянуть свои проекты, как бы они ни назывались, переустройство семейной жизни, чипизация, электронизация и чем-нибудь еще. Потому что если вы это будете делать, вы доиграетесь. И наконец, что решение следует принимать, сообразуй со всеми видами жертв, минимизируя это количество жертв. Жертвы не делятся на коронавирусные, от которых надо выйти комлать бессмысленно, порою, хотя по их поводу надо испытывать глубочайшее сострадание, их надо минимизировать, за это надо бороться, и честью хвала всем, кто это делает, и другие жертвы. Жертвы от принимаемых решений, которые, между прочим, тоже люди, их жизнь для нас не менее ценна, чем этих. И наконец, эту объективность придется восстанавливать и осмысливать глубоко. Как бы не трудна бы не была эта проблема, как бы не профессионально она была, как бы ни была она связана с отраслями знаний, которые никоим образом не входят в общественное сознание, мы обязаны изложить эту объективность на том уровне, на котором она будет понятна всем. Когда Хокинг начал писать о космологии, он сказал, что я напишу без единой формулы. Я не знаю, можно ли описать, что такое все эти белки, которые определенным образом лезут и не лезут в человеческую клетку и так далее, без апелляции к какому-то минимуму знаний. Но это надо суметь сделать. Если мы хотим отстоять главная объективность, мы не отстоим ее, мы капитулируем перед мифом. Миф будет истеричным. Капитулировав перед ним, мы породим все, что угодно, вплоть до гибели собственного государства. В этой передаче я ограничусь данными констатациями. В следующих передачах я постараюсь раскрыть подробнее тот смысл общественного неблагополучия и то, что касается его объема и структуры, а также динамики и источника, раскрытие которого только и может защитить объективность. Мой вывод один. Объективность или крах. Борьба за объективность и сейчас борьба за общественное спокойствие, за государство, в каком смысле за будущее человечества. отец. Продолжение следует...